В Беларуси с 2025 предприниматели смогут получать платежи электронными деньгами. Нацбанк внёс изменения в условии использования кассового и другого оборудования при совершении оплаты. Нововведения коснутся торговли в поездах, доставки посылок на дом сотрудниками почтовой связи, объектов бытового обслуживания, населения. За девять месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию больше 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Показатель обеспеченности населения жил площадью за 2022 – 29,4 квадратных метра на человека. До 2023 фокус внимания планируется сместить на застройку, реновацию и реконструкцию уже существующих помещений. В республике за январь-сентябрь выросли продажи морепродуктов. Прирост почти 40% за аналогичный период 2022. Меньше всего жители Беларуси стали покупать мясные продукты, в особенности говядину. Упадок – минус 25,4% к прошлому году. Также снизилась реализация круп и макарон. В Беларуси выяснили, что волнует людей пенсионного возраста. В опросе Института социологии приняло участие более 600 респондентов старше 58. Главным приоритетом пенсионеров оказалось здоровье. Каждый второй соблюдает рекомендации врача. Более 45% опрошенных ведут активный образ жизни. Кассир в Бобруйске похищал деньги со своего рабочего места. Сотрудник производил отмену чека, украденные средства тратил на личные нужды. За период с июня по сентябрь 22-летний местный житель наворвал более тысячи рублей. Следователями возбуждено уголовное дело. Субтитры создавал DimaTorzok